Иное измерение русской культуры Аркадий Тимофеевич Оверченко Тоска по родине Из сборника «Смешное в страшном» Читает Евгений Бразов-Бружковский Гнилая константинопольская погода С неба падают редкие капли скудного дождя, будто кто-то сверху брызгает облысевшим крапилом. Над крышей что-то взвизгивает и ревет. Очевидно, это черти украли христианскую душу и никак не могут ее поделить. Но в ночлежке, где на нарах сгрудились и несколько русских, тепло, даже душно, не спится. Идет тихий разговор, часто прерываемый длинной ленивой зевотой. «Сволочи эти большевики! Какого черта из-за них я должен болтаться тут в турецкой ночлежке? Кто я есть? Я есть русский человек! Значит, я должен жить в России!» «Это верно. Ежели это, скажем, скрипка, то должен лежать в скрипичном футляре. А эти скоты засунули скрипку в флейточный футляр. Разве можно?» «Почему теперь Рождество Христово и дождь? Как так возможно? Я, может быть, об эту пору не переношу дождя? Мне снег нужен!» «Хороши снега у нас в Москве. Нормальные. Полозья скрипят. Бубенцы на Ванькиных клячах звенят. Вот жилось. Я раз от Курского вокзала в газетный переулок ездил, два пальца отморозил. Вот это была жизнь! Не жизнь, а масленица! А мы тоже раз с компанией в Петровский парк ездили, а не возьми для смеху и столкни меня в снег, а сами дёру. Эх, жилось! Ну и что же? Насчёт чего? Да вот в снегу-то. Ведь не до сих пор же ты там лежишь. Зачем до сих пор? И часу не прошло, пьяные купцы подобрали. Воспаление лёгких было. Чё ж ты теперь радуешься, дурак? Как же мне не радоваться, если я тогда полтора месяца у себя на Малой Кисловке пролежал? Лежу в чистенькой постельке. Доктор каждый день. А в окно рябина в снегу. А на снеге голубые бриллиантики от солнышка горят. Тепло. В печке дрова гудят. А передо мной яички всмятку и котлетка. Только что изжаренная. И все кругом говорят. Ах мы, Семён Николаевич, так об вас беспокоились, так беспокоились. А теперь кто разве будет беспокоиться? Чёрта с два. Да, мы, русские, больше к русскому привыкши. Какая тут в Константинополешке была пасха? Греческая мизерия. А там, как колокола зальются, забухают, залепечут. Век бы слушал. Хорошие времена. У меня во время светлой заутрии, не помню, как-то хлюст портмоне из кармана выдернул. Тогда, я помню, поймал его за руку, да так похристосовался, что он у меня волчком завертелся. А теперь бы... Что теперь бы? А теперь бы я все карманы ему сам растопырил. Бери, тащи, мил человек. Только бы мне ещё хоть полчасика у Василия Блаженного со свечкой постоять, колоколов послушать. А я смотрю так. Вот попал я однажды там, в Москве, в участок. По пьяному делу товарища, по Кузнецкому, на своей единоутробной спине возил. Так что ж вы думаете? Дал мне околоточный два раза по шее, дураком назвал и в какой-нибудь наесть комнату посадил. — Действительно. В те времена дураком я был, потому что обидно мне сделалось и даже плакал. А теперь бы... Что ж теперь? Сам бы околоточного бил, что ли? Ну, действительно. Разве можно околоточного бить? Я его уважаю. А теперь бы я год целый у него в участке просидел и получал бы каждый час по шее и дурака бы с моим удовольствием выслушивал. Только бы не этим воздухом участочным подышать. Крепкий дух, но приятный. Тут тебе и сапогом кожаным, и махоркой, и вообще... Родной это дух, братцы вы мои, участочный. И ни на какой букет я его не променяю. Кто-то невидимый мечтательно дополняет. В охотном ряду тоже запах был не вредный. У нас в Москве и сирень пахнет лучше, чем где. Я раз в Петровском парке так-то вот под сиренью сидел, вдыхал это самое. А вдруг двое выскочили. Скидавай, говорят, пиджак. Чудесные ребята. Я бы с ними сейчас даже пиво в Трехгорном выпил. Замечательные были времена. Ну что ж, отдал? Чего? А пиджак? А как же не отдать, если они в раз за горло? Тут и штаны отдашь. Ей-богу, доведись так теперь, то я бы сейчас все время под сиренью сидел и пиджаки им отдавал. Рассказчик, заметив молчаливое недоумение слушателей, добавляет, как бы извиняясь. Небо очень голубое было. Чистое. Московское. Не жалко мне пиджаков. Да, жилось благородно. Я там один журнальчик редактировал. Ну и ахнул однажды что-то очень неподходящее насчет Столыпина. Петра Аркадьевича. Приходит утром пристав нашей части и так вежливо говорит. Иван, говорит Степаныч, вот вам бумажка. Штраф в 500 рублей за оскорбление в печати высших лиц. Я тогда, признаться, выругался крепко, потому что обидно 500 рублей платить. Ну, вынимаю я деньги, а он еще извиняется. Поверьте, говорит, если бы моя воля, я бы ни за что. Но распоряжение начальства. Вы бы, говорит Иван Степанович, были поосторожней. Черт с ними, пишите о чем-нибудь дозволенном. Хоть полицию ругайте. Мы привыкши. И так этот приставишка растрогал меня, что пал я ему в объятия, и долго мы плакали, как два брата. Врешь ты все. Чего вру? А вот что с приставом в объятиях плакали. Это почему же вру, скажи на милость? Да потому что не будет тебе пристав плакать. Хочь ты его озолоти. Они были серьезная, деловая публика. Ну так что? А то, что значит и ты врешь. Ну хорошо, ну пусть вру. Но ведь трогательно. Трогательно-то оно трогательно. Однако надо бы уже и спать. Все кряхтя укладываются. Редкие капли, скатывающиеся с невидимого облысевшего крапила, робко, с подлой трусостью, постукивают в окна. Разве этот дождь с ядовитой улыбкой говорит человек, поймавший вора у светлой заутрени, «Нет, у нас в России вот этот дождь. Как махнет тебя, так либо ревматизм, либо насморк на три недели. Хорошо жить там, и нет другого такого подобного государства». 1923 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok